Сегодня члены общественного экологического совета обсуждали строительство и ремонт централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Эта программа рассчитана до 2032 года. В городе будет продолжено обследование на наличие локальных очистных сооружений. Уже становится правилом. В домах они установлены, а договора на их обслуживание нет. А это значит, что слив в вод производится как прежде. Наши до такой степени с низкой культурой экологической жители, что они лосы ставят, видимость показывают, а их не обслуживают. И трубы выбрасывают все равно. То есть для того, чтобы придет комиссия, ну вот видимость создает, что лос есть. А когда спросишь, дай договор на обслуживание, его нет. Здесь потребовал глава города необходим тщательный контроль и наказание, в том числе и в виде общественного порицания. Сочинцы должны знать те, кто не заботится о том, чтобы летом море было самым чистым. Та же самая ситуация с содержанием домашних животных. На словах все их любят, а вот ухаживать за ними не хотят. В итоге страдают газоны. Претензии и к тем, кто не держит домашний скот в загонах. В Краснодарском крае вступил в силу новый закон, правила содержания домашних животных. И согласно этого закона все животные должны быть идентифицированы. У меня в руках паспорт, который вручается всем владельцам животных. Регистрация происходит, осуществляется в государственных ветеринарных клиниках. И всем животным вставляется в левую лопатку вот такой микрочип. И теперь не только на бумажном носителе, но и в электронном виде все животные будут идентифицированы. Говорили также о том, чтобы внести дополнение в муниципальную программу благоустройства территории Сочи. Необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений и создание реестра растений, в том числе постоянного фитосанитарного мониторинга за состоянием зеленого наряда курорта. Длина Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.